Еще одна короткая тема про эфтазий. Эфтазий это паразит, которые называются простеплянные розы, их называют, ну это такие... Короче, все знают, что это за хрень, не буду объяснять. Вот, эти твари размножаются на том, чем вы их кормите. То есть, если у вас засилие эфтазий, значит у вас перекорм системы. То есть, они не могут, в принципе, там, прямо супер быстро расти на какой-то такой питательной среде, которую там потребляют СПС, но они могут жрать вот эти пылевидные корма и какие-то там микрогранулы мелкие, еще чего-то. Ну, то есть, они прямо вот ловят и чего-то жрать должны в себя. Ну, то есть, вот на этой теме они очень быстро размножаются. И, как правило, эфтазий это проблема старой системы, в которой там уже чего-то там, какие-то процессы странные идут. Ну, то есть, каких-то, много каких-то таких уже застарелостей. То есть, просто если вы поперли эфтазий, значит ты должен понимать, что систему надо немного освежить как-то, почистить, сделать генеральную уборочку, там, отсифонить всю грязь из грунта, убрать нахрен лучше весь этот грунт. Вот. Ну, то есть, вы должны понимать, что это именно такое вот уже все. Следующая уже стадия, когда уже, блядь, еще хуже, это уже когда планарий, в основном, начинает миллионами размножаться, там, ну, опять же, такие вот здоровенные, какие-то такие, на стекла сидят, там, весь, все камни, весь песок залепленными планариями. Это тоже признак старого системы. Ну, это потом расскажу еще про планарий. Вот. То есть, эфтазиями бороться вы можете следующим образом. Как я уже сказал, навести порядок, все убрать, вычистить от сифонии грунт, помыть все, почистить там пенники, хренники, все эти трубы, все это, все вот, вот это полота вы должны убрать, освежить систему полностью. То есть, такая генеральная уборка системы, это раз. Не в смысле того, что вы должны там пытаться как-то отшкрести этих эфтазий. Нет, вы просто должны убрать всю органику лишнюю, грязь, которая не питается, не растут хорошо. Следующий момент, значит, контролируйте нитрат фосфат. То есть, они любят это дело, завышенные параметры, там, по нитрату фосфату. То же самое, они на этой хрене прямо хорошо расти и начинают размножаться. То есть, на это обращайте внимание. Третий вариант, значит, это переизбыток какой-то там органики. То есть, возможно, вы конкретно там дозите много там того же углерода, там, еще чего-то. Ну, то есть, что-то где-то вот вы их перекармливаете, что они с такой скоростью размножаются. Обычно там они размножаются медленно. То есть, одна эфтазия там за месяц даст две, а не там двадцать две, как многие, за сильные эфтазии. Вот, то есть, это первый вариант. Значит, как бороться, если уже есть, вычистили, все сделали. Ну, естественно, вся эта публика у вас там уже размножилась сотнями, и, соответственно, надо как-то их убрать. Здесь помогут вам креветки от айптазий. Это пепперминты, значит, самые нормальные такие и более такие, ну, они как менее злобные, это вордемани. То есть, самые распространенные, менее злые, это вордемани. То есть, они друг друга не едят. Если кто-то полинял из друзей, то они его не сожрут, как, например, вот у этих скарлетов. Я забыл, как они называются, у меня на сайте они есть, название их. Все время я забываю. Короче, их все называют кукентали. На самом деле, это никакой не кукентали. Кукентали, он не ест айптазий вообще. То есть, это вообще другая креветка, он просто так и называется доктор кукентали. На самом деле, он бесполезен. Просто прикольная такая полосатенькая креветочка. Ну, как и... Только еще и бесполезная, по всему прочему. Ну, такая вот крупная, кстати. В отличие от остальных всех. Те поменьше, там, 4-5 сантиметров, а этот такой может быть под 7 с половиной чудовища вырасти. Ну, это кукенталь, который реально, кукенталь бесполезный. Ну, вот этих я называю, типа, какие-нибудь там, скарлетты. Вот, так вот, вот эти, вот один вид из них, такие более крупные злые, которые чаще всего встречаются в продаже. Вот, они побольше вырастают, они не дают себе в обиду, рыбы их не сожрут. Если у вас крупные, там, какие-то хирурги, там, еще чего-то, кто может сожрать этих вардеманов, просто как этих гоморусов. Ну, опять же, если у вардемани не крупные, потому что если у вардемани уже хороший, большой такой, сантиметр 4-3 хотя бы, то его уже особо никто не тронет. Вот. То есть, понимать должны, чего вам нужно. Я к чему сейчас клоню? К тому, что если мелкая креветка, то есть более слабая, то надо понимать, что рыбы не должны быть такими злодеек всяких, кто может ее съесть. И если у вас такие есть, то, соответственно, берете вот этих вот всяких витату, там, и этих скарлетов. То есть, вот эти вот нормально подойдут, они такие шустрые, могут даже жратву забирать у креветок докторов, там, у красных, у кровавых. То есть, я видел, прям, прыгает на спину, отнимая куски корма. То есть, проблема с тем, что народ спрашивает, говорит, а чем потом кормить, когда хочут айптазии, не переключатся ли они на кораллы. Нет, на кораллы они никогда не переключаются, они просто жрут все подряд в аквариуме, весь корм, доедают все, что падает. То есть, офигеннейшие чистильщики, можете прям вот, если у вас даже айптазии нет в аквариуме, заведите себе десяток этих вардеманов, например, или вот этих скарлетов, они будут у вас просто подбирать всю грязь за недоеденную, там, за рыбами. То есть, вообще офигеннейшие чистильщики, все время голодные, 10 раз в день может эта гадость жрать. То есть, никогда не наедается, все время жрет что-нибудь. Вот, то есть, опять же, каких-то маленьких, может быть, там, червей там прикончен, ну, хрен знает. Ну, короче, пользы от них очень много, не считая того, что они едят айптазии. Значит, частенько не едят ничего, то есть айптазии есть, но креветка почему-то не жрет, все возмущаются, как будто так, блин, купила, а она не жрет. Да потому что ты кормишь. Ты кормишь постоянно систему, все время загружаешь ее кормом, там, и у тебя избыток такой, что они просто, вот, не успевают сожрать даже то, что на дне лежит. Зачем мы иметь айптазии, если вокруг, там, куча пахнущего, там, красивого, там, легко доступного корма. То есть, вот, и все, вы просто перекармливаете. И поэтому я рекомендую где-то за 4 часа хотя бы, за 5 до выключения света, а креветозы обычно активируются ночью, вот, не кормить. То есть, чтобы они уже, там, например, утром вы покормили, в обед покормили, или в обед они уже нажрались, а к вечеру они уже опять были голодные, вышли на охоту, а тут ничего не валяется. И тогда, естественно, они примутся за этих айптазий, которые как раз в ночь, там, и понадуваются еще лучше. Вот, то есть, вот такой вот хитрый ход. Значит, иногда креветки, в принципе, не понимают, что надо жрать айптазий, когда они молодые, взрослые, все всегда живут, нам же некогда ждать, пока они, да, повзрослеют. Ну, то есть, надо же сразу, поэтому можно посадить в отсадник, загрузить туда много айптазий и не кормить креветок. То есть, подождать, пока креветки сожрут всех этих айптазий, то есть, там, десятка, два, три, там, айптазий надо туда насыпать. Ну, и, собственно, они их сожрали, все, можете креветок выпускать. можете выпускать частями то есть смотрите кривитос жрет айптатью конкретно вот этот остальные так еще сидят где-нибудь на стенках подсадника и не спускаются вот тот который живет можете сразу высаживать следующий заметили живет можете высаживать то есть можно так или подождите там обычно бывало упертые там дня 4 не живут просто 4 дня сидят голодные не живут айптатью ночью гады когда же вы проголодаетесь уже до безумия потом смотришь день сожрали все просто я насыпал там шестьдесят айптайзи там на десяток креветок просто они их смолотили за за двое суток вновь всех сожрали четыре дня не притрагивались гады сидели на стенках боялись спуститься в этих айптайзи потом все перекрыло их они начали косить все вот эти вот товарищи они подготовленные живут сразу прямо выпускаешь все что он попалось им под лап они съедают или как то есть выкосит бергии хороший вариант домиников сразу говорю народ иногда да нет бергии супер но отлично если ты их 100 литров посадил туда 150 максимум ребятам если у вас 300 литров более то вообще эти бергии просто можете с таким же успехом высыпать просто в унитаз то же самое что высыпали их в аквариум они никогда не найдут ваших это никогда то есть шансы найти и птазе у них минимальные то есть бергия проползает там я не знаю сколько 10 сантиметров сзади если она проползет если случайно не сдуло течением куда-нибудь там не унесло а если у вас айптайзи там например 50 штук на весь аквариум или 20 на 500 литровый аквариум на хрен знает какую площадь и вероятность того что бергии просто найдут их вообще никакой нет вот никакой но от найдут они одну полянку с айптайзи ну что жрут они быстро за день за два завтра чего-нибудь жрать вы сами прекрасно знаете что неделя без айптайзи они дохнут просто с голоду это первое то есть просто ваши бергии сдохнут с голоду не найдя ничего то есть маленьком аквариуме площади мелкие они там как-то и могут с ними разобраться найти их в большом аквариуме нет если у вас есть креветки от айптазии например и вы туда подсадили бергии креветки от айптазии сожрут бергии вот сразу как только они найдут на них сожрут все доктора креветки сожрут бергии боксер сожрет бергии губаны все шестиполосые там все эти хелихорисы они все сожрут бергии тамарины жрут бергии все запомните ничего не будет у вас никакого толка с этим бергии если у вас есть такие губаны чистильщики не смысле доктора смысле чистильщики рифа там всяких жучков червячков или какие-то креветки они просто и съедят и все поэтому весь разговор насчет бергии чудо какой-то средств это все глупости это в миниках только там где у вас ничего нет там одни кораллы там и там пара рыбок там хирургов каких-нибудь или там короче вы понимаете о чем я говорю вот то есть травление все варианты травления неэффективны можете не заниматься хернёй никто еще не избавился от айптазии никакими средствами не айптазия x или как там называется эта чушь которую придумать она ничего не помогает никто ничего не убивает они потом вас просто вы заметите что их становится тупо больше то есть вы одну убили блять появилось 4 как это происходит я не разбирался для меня глава главный результат не помогает все то есть можете не переводить деньги на все кучу пуху просто с тем же успехом можете пересылать их могу карту скинуть внизу там под видосом куда отправлять лишние деньги когда хотите потратить на какую херню ну или в детский дом что еще веселее хотя бы польза какая-то ну вот то есть дальше еще знаешь два способа которые там народ начинает рассказать вот смотрите по супер блин да супер это иначе так рейхт и хелман это две беспонтовые рыбы которые никакой пользы не приносят вообще то есть хелман не может вырвать айптазию как таковую он может ее просто повреждать а крик то же самое принципиально их не дергает он просто кусает то есть все что он откусил айптазии если вы заметите они все всегда все сидят в ямках то есть углубление в камешке сидит айптазии никогда он оттуда и выгрызать не будет ему это неинтересно они фермеры запомните а крик это фермер фермер который будет поддерживать свое стадо никогда он не уничтожит их полностью он будет их размножать вам в аквариуме но их видно не будет они будут в камнях где-то сидеть вылезла укусил вылезла укусил просто укусил он или не съел как только вы убираете крик то вы замечаете что этих тварей стало как минимум столько же то есть он не уничтожил свое поголовье которое нам питается это не в его интересах хелман да хелман дергает пытается сожрать но у него не устроен так крюк он не может вырвать он дергает насколько это возможно но они всегда остаются то есть исчез уходит хелман возвращается айптазии акрифт вообще просто на два дня уберите акрифта заметите что их столько же сколько и было пока он там сидит они спрятались закрылись как только вы его убираете они там три четыре пять дней они все обратно еще и смотришь по моему даже больше стал то есть беспонтовая хреновина если например у вас моя на опять же ну как к теме проект азии вроде как тоже моя на только бабочки какие-то ауриги они хорошо их фигачит то есть вырывает хорошо моя на отделяется от камней нормально то есть они и четко прямо вы дергивают эти молодцы красавцы айптазии то же самое поэтому если много и тази там есть лпс то следите внимательно ауригу сажаете где-то на неделю на две выдергает всех айптазии всех моя на то есть уберет общую массу и досаживаете или сразу вместе с ней сажаете креветок айптазии они как раз вот этих травмированных еще лучше жрут то же самое с хелманом и с акрифтом если у вас с хелман то же самое ему в помощь обязательно должны быть вот эти кривитоса и тайптазии хелман их повреждает кошмарик эти вычищают начисто та же самая песня с акрифтом акрифт их дергает так-то там как-то грызет все остатки выгрызают креветки только в паре все по одному эти товарищи все бесполезные даже вредный ну и вот собственно все